МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В помещении обнаружили оперативники подразделений по контролю за оборотом наркотиков при участии бойцов отряда спецназначения ГРОМ. Изъято около 10 килограммов наркотического средства мифидрон, химический реактор, электронные весы, различные реактивы. По подозрению, о незаконном обороте наркотиков задержано двое жителей города Кашин. В ходе обыска по месту жительства одного из них найдено еще более килограмма Н-метилофедрона. Чем ты здесь занимался? Изготавливал наркотические вещества. В условиях лаборатории? Да. С кем? С направленником. Как оборудовали лабораторию, сделали ремонт, запустили оборудование? Я знаю. Сколько примерно, ты думаешь, у вас получилось готового наркотического средства? 5-7 килограмм. 5-7 килограмм. В отделе полиции Кимрский возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. За волжским межрельным следственным отделом города Твери регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на изнасилование. По версии следствия, 12 марта в утреннее время мужчина, находясь в лифте дома, расположенного по улице 1-й поселковой города Твери, совершил покушение на изнасилование ранее незнакомой ему молодой женщины. В связи с тем, что девушка оказала мужчине активное сопротивление, после открытия двери лифта он, испугавшись, что может быть застигнут и задержан на месте иными лицами, с места происшествия скрылся. По поступившему сообщению, на место происшествия был ошлен выезд следователем городского следственного отдела Следственного комитета и сотрудниками полиции. Произведен осмотр, допрошен на потерпевший, фигурант задержан. В Московском районном суде города Твери вынесен приговор директору фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области. Дело расследовал региональный следственный комитет по оперативным материалам тверских сотрудников ФСБ. Установлено, что фигурант, являясь должностным лицом фонда, через подконтрольных лиц получал денежные средства от представителей коммерческих структур в крупном и особо крупном размерах, которые впоследствии обналичивал через аффилированное юридическое лицо посредством заключения фиктивных договоров поставки строительных материалов. 22 марта судом фигурант признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллионов рублей с лишением права два года занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok